Творческие и спортивные выходные. Активисты объединения «Открытое сердце» для людей с ограниченными возможностями здоровья каждое воскресенье проводят с пользой для тела и ума. На основной повестке этого дня тренинг по фитнесу, декупаж и класс актерского мастерства. Дополнительно – общение, так необходимое инвалидам. Открылись буквально полгода назад, начали работать активно, и народу прибавилось значительно. Видите, мы уже еле помещаемся здесь. Раньше всегда только дома сидели, общались между собой по интернету. Сейчас, благодаря «Ивтексу», благодаря Наталье, мы здесь собираемся. Дом не сидим, а развиваемся. «Открытое сердце» начал работать в конце октября 2016-го. За это время его численный состав увеличился в полтора раза. К активистам присоединились инвалиды-опорники клуба «Надежда». Здесь слова объединения, единомышленники, коллеги непопулярны. Себя собравшиеся считают семьей. Помогают друг другу советом, передают навыки и умения. Сергей – мастер оригами, из бумаги создает произведения искусства. Говорит, научить может даже тех, кто неусидчивостью, неаккуратностью не отличается. Такое хобби умиротворяет. Мелкая моторика, украшения можно сделать. Если сделать это все в цвете, то есть как елочную игрушку, украшения можно. А изначально, вот я помню, с которой придумали вот это все, они внутрь уложили травы всякие. То есть это как были ароматизаторы дома. Мало того, украшения, как машинная елочка, в общем. Собирается клуб дважды в неделю. Придумывают творческие номера, организуют концерты и праздники. Хотелось бы видеться чаще, рассказывают собравшиеся, но это не так просто. 30 инвалидов до Центра культуры и отдыха необходимо доставить. Отсюда проблемы. Главное – помощь. И я очень прошу, конечно, машинам помочь. Машины, волонтеры у нас – в этом всегда проблема. Просто у нас многие живут не на первом этаже, то есть и выше, на третий, на четвертый, на пятый. И очень мужчины крупные и очень тяжело нам. Мы с с вами силами, конечно, я помогаю, и коляски пускаем, и все. Но хотелось бы, чтобы мальчишки нам помогали, волонтеры. С любыми сложностями жизнерадостные участники клуба готовы бороться. Проблемы их не смущают. Сейчас вот готовятся к фестивалю людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в апреле в Палихе. Ждут шанса продемонстрировать свои умения и познакомиться с новыми людьми. Ведь друзей много не бывает.